Коллеги, добрый день. Мы с вами договорились проводить регулярные совещания по ситуации в экономике России, отслеживать изменения ключевых макроиндикаторов, которые характеризуют деловую, инвестиционную активность, динамику рынка труда. И такая работа, безусловно, имеет особое значение, поскольку на основе предметного анализа и учёта потенциальных рисков мы принимали и будем принимать меры по дополнительной поддержке наших граждан, отраслей и предприятий экономики в целом. Подчеркну, что российская экономика продолжает стабилизироваться. Замедлилась инфляция, недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены уже начали и снижаться. По оценкам специалистов, здесь играют роль два важнейших фактора. Это ситуация на валютном рынке, где курс угля в последнее время активно укрепляется. И второй фактор – это динамика потребительского спроса. Что здесь хочу подчеркнуть? После всплеска в феврале-марте наблюдаются объективные снижения потребительской активности. Очень важно, что называется, не отпускать контроль за ситуацией, не допускать разбалансировки экономической динамики. С одной стороны, нужно обеспечить поэтапную нормализацию динамики цен, а с другой – избежать серьёзного сокращения спроса, что может привести к сбоям в работе предприятий, снижению доходов бюджета. И таким образом, в текущей ситуации необходимо поддержать отечественные компании, чтобы они могли нарастить предложение товаров и услуг. Также нужно стимулировать внутренний спрос, покупательную способность граждан. Здесь обращаю внимание на такие ключевые, принципиально важные индикаторы, как уровень занятости и дохода людей. Именно по этим показателям, как уже не раз говорил, будем оценивать эффективность экономической политики. Отмечу, что на конечный спрос сейчас негативно влияет снижение кредитной активности банковской системы. Причина в коммерческих рисках и увеличение процентных ставок. Это всем понятно, мы это знаем хорошо. Напомню, что повышение ключевой ставки ЦИБ было, тем не менее, обоснованным. Это необходимо для стабилизации банковского сектора и финансовых рынков. И решение это сработало. И Банк России уже приступил к постепенному снижению ключевой ставки, к удешевлению кредита в экономике. Здесь возможны и другие шаги, исходя из реальной ситуации в этой сфере. Понятно, но это прерогативы Центрального банка. Важно, что эти действия дополняются и решениями по линии правительства. Запущены специальные программы поддержки ключевых отраслей экономики. Льготные кредиты предоставляются системообразующим предприятиям промышленности и торговли, аграрного сектора, нефтепереработки и строительной сферы. Для компаний из этих отраслей также предусмотрены гарантии от корпорации ВЭБ РФ общим объёмом 800 миллиардов рублей. Добавлю, что, несмотря на непростую ситуацию, мы сохранили программы льготного ипотечного кредитования, включая семейную ипотеку. Увеличили объём федеральных средств на эти цели. Вместе с тем, считаю необходимым принять и дополнительные решения. Прежде всего, в части ипотечного кредитования. Как мы видим, динамика здесь пока слабее прогноза. И чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагают снизить ставку по льготной ипотеке. С 12% мы её не так давно установили, до 9% годовых. Да, действительно, недавно установили 12%, но ситуация в целом позитивная и даёт нам возможность сделать шаг на снижение. Необходимо также продлить действие этой льготы, ипотечной программы до конца текущего года. Следующая тема. Серьёзной проблемой для многих компаний остаётся дефицит оборотных средств, которые направляются на закупку сырья, комплектующих на выполнение работы. И этот дефицит нужно восполнить. Мы вот когда отраслевые совещания проводим, все практические коллеги об этом говорят. В этой связи считаю возможным реализовать две новые меры. Предлагаю расширить программу гарантийной поддержки кредитования со стороны ВЭБа. Распространить её не только на системообразующие предприятия, но и на другие организации, которые такого статуса пока не имеют. Но уже превысили критерии малого и среднего бизнеса и работают в производственных отраслях. При этом напомню, что для некрупного бизнеса у нас уже реализуются специальные механизмы поддержки. Гарантии ВЭБа составят до половины суммы кредитов. Считаю, что объём поддержанных кредитов по этой программе должен быть около 1 триллиона 100 миллиардов рублей. Второе. Для предприятий, поставляющих товары и услуги на внутренний рынок, предлагаю предоставить отсрочку по уплате страховых взносов. Мы много говорили по разным инструментам поддержки, говорили о высокой ставке, я сейчас об этом только что вспомнил. Говорили о различных механизмах поддержки предприятий и отраслей. Но вот это такая системная мера. Просто системная практически для всей экономики. Предлагаю перенести такие платежи на один год. И сразу хочу уточнить, эта мера коснётся всех таких организаций, которых я только что упомянул. В этот список не войдут экспортеры, компании финансовой сферы, оптовой торговли, а также организации бюджетного сектора. Точный перечень отраслей будет определён правительством. Льготный период, за который сейчас не надо будет платить страховые взносы, охватит второй квартал текущего года. А для производственных предприятий отсрочка распространится ещё и на третий квартал. По оценке, такая мера затронет свыше 2,8 миллиона предприятий, где трудятся почти 52 миллиона человек. Она позволит сохранить у бизнеса около 1,1 триллиона рублей во втором квартале. А ещё полтриллиона рублей в третьем квартале. Эти средства будут работать внутри экономики, обеспечивать производственный цикл, дополнительно поддержат смежников, поставщиков и подрядчиков. Повторю, страховые взносы за второй и третий квартал необходимо будет оплатить, начиная с мая 2023 года. Более того, для организации производственного сектора в отношении выплат за третий квартал можно подумать и о дополнительных преференциях. Сейчас не буду вдаваться в детали, но это можно будет сделать в случаях сохранения занятости и фонда оплаты труда по состоянию на 1 июня текущего года. Я прошу правительства, исходя из ситуации в экономике в целом, подготовить детальные предложения по критериям такого льготирования. Отдельно поручаю Министерству финансов предусмотреть компенсацию выпадающих доходов в небюджетных фондов. У них должно быть достаточно средств, чтобы обеспечить уверенную работу системы здравоохранения и социального обеспечения. И, конечно, поручаю правительству совместно с Банком России внимательно следить за развитием событий, и анализировать эффективность предложенных механизмов, чтобы при необходимости принимать дополнительные решения. Давайте перейдем к обсуждению повестки, предложенной сегодня. Пожалуйста, слово Ильвирис Капитану. Субтитры создавал DimaTorzok